МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе Астапатруль 112. Драка в общественном транспорте Владивостока закончилась распылением баллончика. Это сделал подросток в ответ на нападки женщины. Ни стыда, ни совести. В районе остановки Луговая женщина вытащила из кармана рубашки пенсионера все деньги. Полосатый вор. В селе Черемшаны тигр сорвал с цепи собаку и ретировался, проломив забор. Драка в общественном транспорте Владивостока закончилась распылением баллончика. Повздорили подросток и женщина. Все произошло очень быстро, люди начали задыхаться. Водитель останавливаться не стал, в этот момент проезжал по мосту. А ведь все могло обернуться ДТП, если бы шофер поддался панике или на него повлиял перцовый газ. К слову, российские суды на практике фактически переравняли баллончики к кулаку. За струю в лицо наказывают, как за побои. В Приморе перед судом предстанет семейный подряд автоподставщиков. Супруги и их сын обвиняются в мошенничестве в сфере страхования. За четыре года они создали 48 аварийных ситуаций на трассах, которые привели к ДТП. Фигуранты в них были пострадавшими. На своих махинациях злоумышленники заработали около 8,5 миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест. Это семь транспортных средств общей стоимостью более 3 миллионов рублей, 800 американских долларов и 28 тысяч рублей. Ночью на улице Доброполье в Уссурийске водитель не справился с управлением и протаранил бетонный блок. Автомобиль вспыхнул. На место ДТП приехали пожарные. К счастью, в машине никого не было. По сообщениям очевидцев, люди успели выскочить. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность владельца иномарки. На улице адмирала Юмашева во Владивостоке в районе 40-го дома случилось ДТП. Водитель Тойоты Аква двигался со стороны Нейбута, поворачивал на адмирала Кузнецова. В этот момент с Боляева поднимался Ниссан-караван. Проезжая на запрещающий сигнал светофора, он ударил Акву в бок. В этот момент появилась карета скорой, ехала мимо. Врачи, убедившись, что никто не пострадал, отправились работать дальше. Разбитой Аквии потребовался эвакуатор. Прилег на бок в районе дома 6Б по улице Басаргина. При отсыпке дороги самосвал неудачно выгрузил скальник, перевернулся. А ведь внизу припарковано немало авто. Хорошо, что волны не скатились вниз. На помощь железному другу подоспел экскаватор, собрал камни. На трассе в считанные минуты образовался затор. Воспользовалась беспомощностью пожилого человека в районе остановки Луговая. Женщина украла у пенсионера все деньги. Когда мужчина покупал себе еду, он достал купюры из переднего кармана рубашки. Это заметила злоумышленница. И когда настал удобный момент, вытащила их. Это видео вызвало шквал в соцсетях. Всех, кто узнал эту даму, просят обратиться в полицию. В Артеме сотрудники полиции наказали иностранцев-нелегалов. Наряд ДПС остановил Мазду Бонга, которая нарушила правила дорожного движения. У членов экипажа все из стран ближнего зарубежья проверили документы. У водителя они оказались в порядке. А вот у пассажиров, которые заметно нервничали, их не было. Граждане Узбекистана пояснили, что потеряли их. Их забрали в отдел для разбирательства. В итоге на троих составлены административные протоколы за нарушение правил въезда и пребывания в Российской Федерации. Гости заплатили штраф, всех выдворят за пределы страны. В одном из дворов села Черемшаны Донегорского городского округа тигр сорвал с цепи собаку и утащил в лес. Возле будки остался лишь кусок ошейника и много следов. Полосатый вор вышел с территории частного подворья, проломив забор. Жители села переживают, что наглый хищник может вернуться. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон? Присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе!